знаете каждый день спрашиваю самого себя вот сколько еще понадобится денег нашим чиновникам чтобы они чувствовали себя счастливыми а самое главное сытыми неужели нельзя было нажраться находясь у кормушки такое продолжительное время уважаемые граждане если вы против наших чиновников если вы хотите их отставки проявляйте активности ставьте лайки шукшина раскрыла доходы чиновников которые разбогатели именно в пандемию вот это самый настоящий удар а самая главная правда которую не побоялась рассказать актриса мария оказывается что в нелегкое время доходы у чиновников как всегда растут чего не скажешь о доходах населения которые к сожалению все падают и падают или о тех не нюансах когда мы узнаем что ветераны получили письма о том чтобы заплатить налог за те подарки которые им дарили на 9 мая это только в нашей стране может быть такое недоразумение но самое интересное послушайте задержанного который ответил на вопрос когда правоохранительные органы спросили вор ли он и ответ просто удивил абсолютно всех вор законе считаете ну вор не вор депутатом государственной думы не являюсь не являюсь депутатом государственной думы никакого созыва не постоянно я полностью поддерживаю его слова если уважаемые граждане вы тоже обязательно поставьте лайк но теперь внимание актриса мария опубликовала в своем телеграм-канале доходы ряда российских чиновников за период пандемии в список вошли должностные лица напрямую связанные с борьбой с этим неприятным вирусом директор центра имени гамалеи александр гинзбург вице-премьера россии оказывается кто татьяна голикова главный санитарный врач россии анна попова в соответствии с опубликованными данными анна попова за 18 год заработала в 10 миллионов рублей а вот уже за эти года она заработала почти в два раза больше ее доход в год составил 18 с половиной миллионов рублей согласно данным которые предоставила актриса директор центра имени гамалея александр гинзбург также значительно увеличил свое благосостояние в девятнадцатом году он заработал 7 миллионов 700 тысяч рублей а вот уже за этот период он заработал 18 миллионов рублей но самый существенный просто мега ракета скачок доходов среди перечисленных лиц произошел у татьяны голиковой которая полностью курирует борьбу с вирусом в россии исходя из данных шукшиной и и заход в девятнадцатом году составил 15 миллионов рублей зато за период вирус ее доход в год превысил 40 миллионов рублей как вам такая цифра уважаемые граждане и эти нелюди будут потом рассказывать о том как нам себя вести по каким законам нам жить когда мы уже не можем с вами защищаться на уровне конституции по мнению марии такой взлет доходов чиновников не случайный я с ней полностью согласен если вы тоже то поставьте лайк напишите комментарий нельзя просто так это оставлять это должно быть на слуху это должно обсуждаться это должны видеть люди актриса наглядно демонстрирует что пандемия для этих людей просто вообще пустой звук она допустила что заработки поповой голиковой гинсбурга могут быть связаны только сферой деятельности также по мнению марии такой резкий рост доходов пандемию выглядит не то что там как-то непонятно а очень подозрительно почему ими не займутся правоохранительные органы не проверят все доходы когда закрывается бизнес когда люди бросают работу когда люди не могут попасть на работу идет обнищание всего населения просто блин не знаю как даже назвать это нормальными словами а у голиковой нереальный прирост у поповой нереальный прирост как такое возможно поэтому мария не исключает что это связано с продвижением всего того беспредела и все что связано с вирусом в общем эти года пандемии оказались для этих российских чиновников не то что неплохими а достаточно успешными это что происходит на сегодняшний день нашей стране для них это нереальная выгода это нереальная кормушка с которой они продолжают своими грязными руками воровать и воровать сами чиновники рост собственных доходов публично никак не объяснили а вся страна хотела бы узнать откуда такой прирост день это не то что там человек там не знаю за 20 лет заработал это вот считанные года двадцатый двадцать первый год а у нас такой просто нереальный прирост космический ведь неспроста депутат олег нила во время своего выступления заявил что создается впечатление что штаб во главе с голиковой татьяной алексеевны и мурашка поповой пришли и как подобает после проведенного часа правительства год могут почивать и дальше работать но нилов предложил их пригласить на весеннюю и сессию ведь вопрос меньше не становится напомним что олег анатольевич задавал вопрос голиковой по поводу стоимости всех этих экспресс тестов от производителя голикова обещала сделать запрос в минпром торг а те ответили что это коммерческая тайна и у них нет никакого права разглажать чужие тайны но сообщили закупочную цену которая составляет 120 150 рублей а если еще и посмотреть видео в интернете как где-то в индии их пакуют в антисанитарных зонах это вообще жесть но эти 120 150 рублей для простого населения превращается в полторы а то и в две тысячи рублей и кто на этом нагревает руки задается нила вопросом на заседании госдумы где фас где же прокуратура нилов намерен и дальше задавать эти вопросы в госдуме я считаю что прокуратуру давно уже должно было последовать заявление о том чтобы проверили счета голиковой ну как такое возможно или неужели настолько все хреново у нас в стране что церберы путина которые находятся рядом возле него его эти отпрыски не наказуемы неприкосновенные печально что в этой ситуации большинство чиновников все понимают знают всю эту подноготную данной ситуации и что делают они просто молчат только единицы озвучивает всю правду какой бы неприятная на не было вот как тругятся чиновники на благо народа вот когда пот они сражаются с той неприятной напастью которую пришла в нашу страну складывается впечатление что это не просто болезнь это зарабатывание денег для наших чиновников до люди простые болеют а чиновники зарабатывают и до тех пор пока будет продолжаться этот цинизм и никогда не выйдем из этого локдауна а на совесть чиновников рассчитываться вообще никак не приходится потому что совести у них давно уже нет поэтому они дальше занимаются пропагандой и уже пишут о том что стоит обратить внимание что каково бы ни было отношение к этому вопросу что все эти средства которые нам предлагают они надежные и они нам помогут а вот исследование итальянских ученых показала что наша русская спутник в вдвое эффективно защищает от новой разновидности от нового штампа сравнении с западными препаратами что вы думаете по поводу всего этого уважаемые граждане свое мнение обязательно оставляйте в комментариях обязательно делитесь данной информацией хотелось бы чтобы эту правду увидела и услышала вся страна нету наших чиновников не чести не совести это самые настоящие дезертиры которые должны быть уголовно наказуемы